Человеку надо узнать только за что. И все, больше ему не нужно ничего знать по факту. Потому что проблема страдания заключается в отсутствии знания. А отсутствие знания, веды говорят, есть тоже причина на это. Знаете самое большое наказание, которое существует в этом мире? Мы наказаны невежеством. У нас нет памяти о том, что было. Мы наказаны невежеством. Хотите, я вам докажу, кто больше наказан, собака или человек? Человек больше наказан. Почему человек? Докажите это. Он понимает, что он наказан. Это хорошо? Наоборот, хорошо. Знания больше. Ты понимаешь, что ты наказан. Живет больше человек, значит, наказан меньше получается? Кто страдает больше? Ну и что? У собаки меньше потребности. Видите, смотрите, сейчас вы себе формируете будущее тело сейчас. Веды говорят, к чему бы ни стремился человек в своей жизни, в следующей жизни он обязательно этого достигает. Вы смотрите, стремление, оно внутри человека живет. Если человек считает, что собачье тело лучше во всех отношениях, чем человечество, смотрите, ведь правда, собаки страдают меньше, сексом занимаются с кем хотят. Никаких ограничений нет. Они спят в квартире, то есть им ничего не надо работать вообще, им не надо работать. Если кого-то покусало, то законов никаких нет. То есть никто тебя за это не послает. Ну покусало, покусало, ну что делать. Ну если успеешь, кни, не успеешь, твои проблемы. С этой точки зрения, как бы собака, смотрите, не мерзнет практически на улице, а ей хорошо, и зимой, и летом. Она может делать быстрее, чем человек. Сексом заниматься в день несколько раз больше, чем человек может. С этой точки зрения, кажется, что у нее лучше рождение. Ну лучше жить в собачьем теле, да, чем в человеческом. У человека столько проблем. Надо учиться сначала 20 лет, чтобы нормально жить. Собаке сразу можно нормально жить, не обязательно учиться. Но есть какая-то разница между собачьим телом и человеческим. В чем разница заключается? У нее не хватает разума, она не соображает. Смотрите, интересный момент. Собака, глядя на себя в отражение воды, гавкает. Знаете, в чем причина? Она себя не знает. Она не знает, как она выглядит даже. Она не знает ничего про себя вообще. Представьте себе, как что за жизнь? Ничего не знаешь про себя совсем. И там означает наказание. Беды говорят. Человек, который меньше знает про себя, тот больше наказан. Если человек не знает, что он вечный, это наказание. Если человек не знает, что он жил в прошлой жизни. Если он не знает, как он жил в прошлой жизни. Если он не знает, какие у него задачи в этой жизни. Какая судьба будет в этой жизни. Что ему предстоит здесь, какие поступки с ним произойдут, события. Это все признак наказания. И человек наказан только невежеством. Отсутствие знания означает невежество. Также и животные. Почему собака наказана больше, потому что больше невежества? В этой точке зрения, больше наказания или меньше, и зачем нужно наказание, мы похоже будем говорить. Смотрите, с этой точки зрения, веды дают классификацию живых существ. Смотрите, самая низшая форма жизни объясняется, как она живет. У человека настолько много невежества, у живого существа настолько много невежества, что она вообще даже двигаться не может. Застывшая неподвижная форма жизни, растительный мир. Даже двигаться по факту не может. Чуть-чуть растет к свету, то есть ощущение счастья есть, движемся к свету, есть просто чувство счастья, чуть-чуть и все. Чувство, что я живой тоже есть, но осознания себя нет совсем. Поэтому, когда мы листики и ветки отрезаем, дерево просто возбуждается. Оно просыпается чуть-чуть, начинает ручше расти. И садовники это заметили, поэтому они обрезали периодически ветки, чтобы дерево обмолаживалось, лучше росло, меньше болело. То есть ему это хорошо, что его отрезают. Почему? Потому что оно спит очень глубоко. Отрезали, оно раз, немножко активизировалось, боль его активизирует, и начинается рост лучше. Понимаете? Следующая форма жизни. Эта форма жизни сравнивается с тем, как ребенок находится в утробе. Он в замкнутом пространстве. Душа ничего не видит, ничего не понимает, ничего не помнит в этом состоянии. Она в замкнутом, в темном пространстве находится. Дальше. Следующая форма жизни. То есть это называется сознание в глубоком сне. В глубоком сне, без сновидений. То есть не помнит человек ничего, ничего происходит. Дальше. Солнце с наведениями. Веда в сознание. Солнце с наведениями. То есть собака спит, живет как во сне. То есть она толком не понимает, что происходит. У нее есть определенные желания, она стремится к ним. Но она себя не осознает. Это как мы спим, допустим, у нас есть какие-то желания, мы там что-то стремимся. Но это все как-то так неявно. Да? Собака себя не осознает толком. Она находится в таком... У нее есть эмоции, у нее есть любовь, она может улыбаться даже. По-собачьей. Но она себя не понимает. И это сравнивается как... Как будто огонь горит, но очень много дыма вокруг. Огонь, душа, жизнь сквозь дым этот просвечивает. Веда так объясняют. Есть проблески жизни. Но трудно понять, что происходит по факту. Трудно понять. По-настоящему осознать себя. Вот понять, что я сейчас в теле нахожусь. Так он красивый. Я молодая девушка. Ну, то есть... Ну, собака в какой-то степени осознает, что она девушка. В какой-то степени. Но не в такой, как женщина молодая. Не в такой степени сильно. Итак... Дальше, смотрите. Следующий уровень сознания. Мы говорим с вами о уровне сознания. Уровень ненаказанности в жизни. Уровень того, насколько много или мало плохой кармы. Мы говорим о карме сейчас уже. Смотрите. То есть, в теле человека. Веда, говорят, пробуждающееся сознание. Мы уже знаем, что мы живые. Мы уже осознаем себя. Но мы много чего не знаем. Например, мы не знаем, будет следующая жизнь или нет. Мы не помним прошлое. По факту, если сейчас спросить, что ты делал конкретно год назад, мы уже не помним. Память у нас тоже затухает. О том, что было, мы не всегда помним. Так? Когда мы забываем элементарные вещи. То есть, у нас есть память о себе. Мы знаем себя, осознаем. Что я был маленький, я был средний, был большой. Но мы не помним, что было конкретно там в детстве. Какие-то маленькие эпизоды мы можем запомнить. Некоторые люди помнят много. Уже более такое кристальное восприятие мира. Есть, оказывается, пробуждающееся сознание. Знаете, что такое пробуждающееся сознание? Человек начинает вспоминать свою прошлую жизнь. Он начинает понимать, что он не умрет. Он не боится смерти. Перестает бояться смерти. Начинает понимать, что этот мир управляем. Что здесь не хаос. Что не из большого взрыва произошел мир. Что он управляем. Что здесь есть законы. Он начинает думать, господи, как это так? Почему столько маленьких миллиардов клеток. Все взаимодействуют очень синхронно. Я в этом не принимаю никакого участия. Кто контролирует деятельность этих клеток? Кто управляет? Он видит, что в жизни нет такого, чтобы само что-то без управления функционировало так синхронно и великолепно. Он не понимает, как так получается, что Земля, как бы, вот так все здесь, количество кислорода необходимое для жизни. Все создано идеальным образом для нашей жизни. Если вы скажете, это так просто природа создала. Ну хорошо, почему тогда оно не изменилось ничего? Почему эта концентрация воздуха сохраняется, несмотря на то, что мы добавляем газа? Почему эти растения так созданы, что они добавляют этого воздуха, несмотря на то, что мы уже много газа добавили? Много вопросов возникает. Почему здесь такая повышенная система сохранности на этой Земле? Почему здесь все так радостно мне? Здесь все мое, и мы, и мы отсюда родом. Почему так хорошо жить на этой Земле? Почему мне так хорошо здесь жить? Ведь если хаос, все из хаоса создано, как это так получилось, что этот хаос сделал столько прекрасного? Так, удивительные комбинации в растениях, миллионы клеток, миллиарды клеток, все синхронно управляется. Смотрите, вы скажете, Олег Геннадьевич, просто тупой, просто тупой. Ты не понимаешь, что это все может действительно само собой управляться. Вот. Я согласен, что я тупой. Но вот через призму, кучину своей тупости, у меня вдруг неожиданно родилась идея, что на самом деле это невозможно. Один ученый американский, он исследовал клетку и сказал легче воинку создаться из кучи металлолома, чем клетке создаться в результате естественного отбора. Потому что ни один завод невозможно построить по половинке, понимаете? Как и курица, сначала задницу сделать, а потом постепенно сделать переднюю часть. Но пока ты переднюю часть сделаешь, задница уже помрет. Понимаете? Надо курицу сделать сразу, чтобы она жила. Также завод хороший, надо сразу запускать. Понимаете? Клетка это в миллиарды раз сложнее, чем завод. Как ее можно запустить по очереди? Как это естественный отбор может ее сделать? Некоторые скажут, ты не врубаешься. Ну хорошо, я не врубаюсь, я согласен с этим. Но вот пока ни один ученый не врубился, потому что раз все основано на эксперименте, а парень парил материю, туда нагревался, охлаждал всю жизнь, нагревал, охлаждал, белки сделал, жизнь не сделал. Жизнь не сделал. Никто не доказал, что из материи создается жизнь путем, естественно, случайного вот этого отбора. Никто не доказал. Но мы в это верим. Это признак, согласно ведам, я реально утверждаю так, но веды говорят, что это признак тупости. Вот таракан, допустим, он верит, что он хозяин кухни. А что нагаре является неопознанным летающим объектом, который страшный, но он здесь не хозяин. Потому что, когда неопознанный летающий объект уходит, таракан опять вылазит, начинает заниматься на кухне своими делами. Точно так же мы считаем, что молния – это просто явление природы. Мы также считаем, что землетрясение – это просто случайность. Все для нас – это случайность все. Потому что мы очень интеллектуальные. В кавычках. Понимаете, все это объясняют, в чем наш интеллект заключается. В том, что мы не понимаем, что происходит. Но им кажется, что мы здесь хозяин. Ну вот представьте, хозяин, допустим, на заводе хозяин, да? Вот давайте перечислим признаки этого хозяина. Завод ему не принадлежит. То есть тело нам не принадлежит. Мы не можем им управлять. Кто из вас управляет телом? Поднимите его. Есть хоть один? Нет? Никто не управляет. Мы туда кладем что-то, потом оп! Мы понимаем, что надо куда-то идти. Приходит время, надо идти. Нам сигнал дают изнутри. Сигнал. Оп! И мы идем. И так хорошо в этом становится. Вот. Это означает, что кто-то там что-то происходит, так? Мы не знаем, что до этого было. Когда пища где была, в какой-то момент сигнал приходит. Так? Мы не управляем. Что это за хозяин такой, если он не управляет заводом? Он сам завод работает. И некоторые говорят, я вырастил урожай. Ну хорошо, как ты его вырастил? Что ты делал для этого? Он говорит, я удобрение посыпал. Хорошо. Если бы ты удобрение не сыпал, чё, пшеница бы не взошла, она все освоит без тебя. Потому что это происходит само собой. Подвижение солнца, воды, да, пшеница растет сама. Ты просто помог ей, посадил, хорошо, молодец, посадил. Там, полив поле большое невозможно, дождь полил. Вот. Посадил, там, удобрение посыпал, урожай вырос. Да, ты его собрал потом. Говоришь, я вырастил урожай. Привода вырастила урожай, не ты вырастил. Так? Мы не можем ничего вырастить, это само синтезируется всё. Ведь это означает тупость. Тупость. В чём тупость заключается? В том, что мы себя считаем хозяевом положения. Пять минут. Пять минут достаточно, чтобы человек погиб без кислорода. Нам несколько суток без воды, пять минут без кислорода. Вот. По гитарах два струна, я хозяин, вся струна. Вот, мы так живём, понимаете? То есть нам достаточно каких-то минимальных вещей, чтобы жизнь прекратилась, но мы себя считаем, что мы здесь всем управляем. Это признак пробуждающегося сознания, это говорят. Много интересных вещей, которых мы не можем объяснить. И мы не помним себя ни до, ни после. Это означает пробуждающее сознание. Вот, теперь пробудившееся сознание, что значит? То есть, вернее, сознание, да. Пробудившись сознание, следующий уровень. Человек уже понимает, есть следующая жизнь, он чувствует, он видел там, чувствует. Я не про себя говорю, у меня тоже пробуждающийся. Есть много признаков в прошлой жизни, я не помню там. Я боюсь смерти. Пробуждающийся сознание, человек смерти уже не боится. Он знает, что жизнь вечная, всё нормально. Признаки пробуждающихся сознания. Человек чувствует чужую боль. Называется сострадание. Сострадание. Мы не чувствуем чужую боль. Он говорит, тебе больно? Он такой, аааа. Ты же, больно что ли? Мы как не можем поверить, что ему больно. Аааа. Мы никак не можем поверить. Ты слушай, да ладно, прекрати. Всё нормально же, мужик. Мы чувствуем святой человек. То есть человек с пробудившимся сознанием чувствует чужую боль. Он чувствует больно человеку. Он чувствует мысли другого человека, его и наклонности. Он видит, обманывает человек, обманывает. Мы как немножко так живём в таком скопанке. Мы не сильно чувствуем друг друга, видим, понимаем, как этот мир устроен. Человек с пробуждающим сознанием чувствует связи между людьми. Он понимает, это важно. Он никогда не будет говорить, тебе лучше уйти от него. Легче будет. Он не видит эту связь, что когда человек уходит от другого, возникает сильная боль, потому что разрываются отношения, больно становится обоим. И так далее. Видите, есть ещё пробудившийся знак, бодрое сознание. Очень высокий уровень в жизни. И это возможно в человеческом теле. В нашем теле, возможно, пробудившись в сознании. Когда человек во всех видит душу, он видит эту душу не просто как сияние, а как когда, кем она была до этого, кем будет потом, как у неё будет развиваться жизнь. Поэтому для него нет собаки, нет человека. Он всех любит. Потому что чувствует все души. Он контактирует со всеми одинаково, с любовью. Чувствует счастье от всего, что он прикасается всем. Испытывает огромную радость от всего, что происходит вокруг. Удивительная жизнь. Удивительная жизнь. Одну секунду соприкосновения с такой личностью полностью меняет восприятие мира. Одна секунда. Мы об этом чуть позже будем говорить. Итак, смотрите. Тонкое тело ума. Мы дошли до нижней части озера ума. Сила из неё исходит, из этой нижней части озера ума, влияет на наше событие. Событие что значит? Я ничего плохого не делал, жена ушла. Я ничего плохого не делал, раком заболел. Я ничего плохого не делал, с работы уволили. Я ничего плохого не делал, неожиданно плохое событие пришло в мою жизнь. Поднимите руку, у кого-то сейчас так в жизни произошло. Вот ноги поднимают руки, остальные думают, да ладно, ничего не делал. Что-то делал, наверное. Они, может, что-то и делал, но не помнят. Не помнят. Мы не помним. Приходит время, раз и всё. И наступает тяжёлый случай. И остальные все подумают, у меня так не будет. Это тоже признак пробуждающегося сознания. Так будет у всех обязательно. Обязательно, как я вам даю уже установку на допрос. Спасибо. Обязательно у нас будут испытания в жизни. Какие-то будут обязательно. Потому что жизнь... Посмотрите, ещё один признак пробуждающего сознания. Смотрите, проведите себе тест. Есть два типа людей. Одни стремятся к счастью. 99%. Другие стремятся к знанию. Им всё равно, будет счастье в жизни или нет. Они хотят понять, зачем они родились на этой земле. И цель человеческой жизни. Всё. И всё остальное их не помню. Как я буду жить в хорошей квартире, плохой. Будет жена, не будет. Это называется отречённые люди. То есть они идут в монастырь. Цель жизни, постижение смысла жизни. Зачем я родился на этой земле? Цель моей жизни какова? Кто я? Я тело или душа? Кто я? Олег Геннадьевич или ещё кто-то? Непонятно. Ведь я сегодня в этой жизни Олег Геннадьевич, в следующей жизни там буду... Но Геннадий Ильич это в лучшем случае. В лучшем. Ведь я могу быть в следующей жизни просто... Просто... Шарик, допустим. Знаете, такое возможно? Вполне возможно. Душа же одна и та же, она переселяется из одного тела в другое. Я понимаю, что вы мне не поверили. И слава Богу, всё нормально. Не волнуйтесь, я вас не убеждаю в этом. Просто я говорю о том, что вот так вот... Что у нас могут быть разные тела, беды говорят. В зависимости от желания. Тонкое тело ума называется телом желаний. Ведок называет телом желаний. То есть оно меняется в зависимости от желания человека. Какие желания? Так трансформуется тонкое тело. За ним потом грубое тело начинает меняться. Да у человека неизменные желания, на ему лице начинает это отражаться со временем. И люди думают, я не хочу с этим человеком иметь дело. Просто глянь на лицо. Видны желания уже. Дальше. Если у человека возвышенные желания со временем на лице отражаются. Видите, это значит, меняется грубое тело. Веды говорят, точно так же, как меняется грубое тело в результате желаний в течение жизни, так и в следующей жизни оно тоже меняется в результате желаний. Так, допустим, но скачком уже, скачкообразно. Потому что, допустим, если человек сильно много секса хочет, но не вписывается в человеческое рождение, но никак нельзя удовлетворить. Нет возможности в человеческом теле. Тогда, пожалуй, тело обезьяны. Вот для этого рождается тело обезьяны. Все очень закономерно и важно в этой жизни. Не то, что тело обезьяны дается, как какой-то вот, типа, иди в тело обезьяны, скотина. Нет, дается для того, чтобы человек испытал сексуальное чувство в полной степени. Ну, хочет он секса, понимаете? Ну, хочется секса как можно больше в течение жизни, пожалуйста. Теле обезьяны пять раз в день. Без проблем. Очень долго. Эмоции, съездите в Индию, посмотрите. Даже не надо смотреть фильм никакой, этот, эротический. Посмотрите, как обезьяны испытывают эмоции во время секса. Подумайте, лучше уже обезьяное тело сразу, что мучится. Ведь если человек не наедается, в тело коровы. Допустим, он не наедается в течение жизни. В тело коровы. Корова ест весь день. Ночью пережевывает еще, она живет, она ест, ест, ест. Она, чтобы наесться, надо получить тело коров. В человеческом не наешься. Допустим, не высыпаешься. Если я все время спать, я, понимаете, все время спать хочу. Хорошо. В тело медведя. Полгода спишь, ни в одном глазу. Попробуй в человеческом теле хотя бы сутки поспать. Не получается, очень тяжело. Он тело ломит, потом болит. В теле медведя полгода. Ни в одном. Если их разбудит, капец им придет. Надо спать, и все, и хорошо. Лапу сосет, лежит. Кругом холод. Нет проблем. Полетать хотел, никакой детапан не поможет. Надо тело птицы. Летишь себе, можно вообще расслабиться. Потом пять раз летишь, нет проблем. Птица, видели они, как летают? Летит, летит иногда раз такая. Потом опять летит. Наслаждаются движением. Зачем птица летает. Вопрос. Зачем мы идут туда и теперь обратно. Зачем цель? Она наслаждается. Видите, когда человек стремится к счастью, то это не смысл в человеческом теле жить. Веды говорят, смысл в человеческом теле рождения, Это знание. Мы рождены не для счастья в человеческом теле. Мы разумное существо и не получили. Наша цель понять, зачем мы живем, как мы живем, сколько мы живем. Понимаете? Что такое результат жизни человеческой? Когда счастье, когда что такое любовь? Есть любовь или нет? Есть счастье или нет? Есть вечность или нет? Есть знание или нет? Или некоторые говорят, у каждого свое знание. Детки говорят, нет, ничего подобного. Знание одно. И если ты его знаешь, у тебя жизнь становится лучше. Не знаешь, будешь жить хуже. Видите? То есть, оказывается, знание – это сила определенная, которую надо получить в жизни. Это очень важно. Например, есть люди такие умиротворенные. Им что, не говори, они все так раз тебе говорят, спасибо, я буду изучать, спасибо за совет. Видите, они не выходят из равновесия, такие люди. Им лучше жить или хуже тем, которые постоянно дневаются, как вы думаете? Теперь у меня вопрос к вам, а почему они так себя ведут? В чем причина? Почему они такие уравновешенные? Они всегда имеют хорошее настроение, доброжелательные, отзывчивые, спокойные, способные принять ситуацию, способные принять совет и так далее. В чем причина? Причина заключается в смирении. Смирение, леды говорят, это знание. Вот если человек, допустим, имеет высокую ученую степень, он там очень крутой, он очень богатый, ему так, но слово не так сказал, он готов тебя порвать. Он имеет знание или нет? Нет. А тот, который не имеет, допустим, каких-то внешних признаков, но он внутри счастлив, значит, у него жизнь лучше получается. Мы думаем, что жизнь лучше, когда у тебя все есть. Но жизнь, беды говорят, протекает у человека в глубинах его психики. Если в глубине психики нет счастья, сколько бы ты ни имел богатства, там, достояния, славы, почет, уважение, ничего не меняется. Если у тебя нет семьи, близких отношений, нет любви ни с кем, значит, ты бедный. У тебя нет трудов ни с кем, у тебя нет хороших отношений с детьми, дети у тебя прохвосты, значит, нет у тебя богатства. Ведь, беды говорят, богатство человека в знании. Если ты сам знаешь, дети тоже такие же растут. Они получают внутреннее знание. Некоторые говорят, я вот знающий человек, а у меня дети тупые. Ну, значит, и такой же. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что знание — это не то, что ты начитал за книг. Знание, беды говорят, 26 признаков знания. 26 черт характера. Знание, оказывается, проявляется у человека в виде характера. Честность, доброта, сострадание, смирение, простота. Преданность, высшей истине, стремление к постижению истины, решимость внутренняя, твердость, цареустремленность. 26 перечисляется в Багалгитии Древнего Писания. Все это я называю знанием, повозглашает. Все остальное есть невежество. Если у человека нет ни одной из этих черт характера, кем бы он себя ни называл, он не получит счастье. Потому что, беды говорят, знание предназначено для счастья. Если у тебя есть знание, значит, ты больше счастлив. Больше знания — больше счастлив. Больше знания — больше счастлив. Нет знания — несчастлив. Мы считаем, что знание — это что такое? Если ты знаешь, допустим, как управлять людьми, коллективом, ты крутой, у тебя ты начальник, но ты приходишь домой, начинаешь орать на жену, изменяешь ей, грабишь людей, тянешь из них жилы. Счастья нет. Люди тебя не любят. Связь между тобой и с ними плохая. Жена тебя в сердце не любит, хотя улыбается, потому что ты богатый. Дальше она хочет тебя изменить, потому что счастья в личных отношениях тоже у ней с тобой нет, потому что она тебя не любит. И так далее. И человек такой живет внешне, вроде у него все хорошо, у него красивая одежда, он улыбается всем, но внутри у него как-то пусто, нет жизни, нет счастья. И он думает, а у всех такая жизнь? Ведь я крутой, а у них еще хуже. И дитя означает невежество. То есть часто люди так живут, и они понимают, что жизнь такая бессмысленная, она не имеет никакого толку. И так углубляемся внутрь, да, изучаем, что такое наше строение психическое, это очень важно. Веды объясняют, что вот за этим энергией, за этим слоем воды, где находится судьба, где неожиданно воздействие происходит на окружающий мир из этого слоя. На окружающий мир. Я еще не знаю, то есть до меня не дошло. Я где нахожусь? Там, где волны, да, сверху. Там, где мысли. Я понимаю себя через мысли. Я там все понимаю. Но там ниже уже, где вот организм контролируется, я уже ничего не понимаю. А ниже вот то, что происходит, я вообще ничего не понимаю. Я не чувствую, вот как раз неожиданно судьба наступила такая тяжелая. Я не знаю, те люди, которые изучают, как судьба влияет, они могут видеть. Я вот изучаю, чуть-чуть вижу, чуть-чуть вижу вот, как у людей жизнь протекает. Я смотрю на нас, чуть вижу, у кого-то лучше жизнь становится, у кого-то хуже. У всех по-разному. Это все волны найдет. Не то, что тот, кто улучшает жизнь, значит он хороший. Нет, у каждого будет эта волна. Я объясню потом, чуть попозже потом. Итак, смотрите. Дальше вот этот шарик идет. Ил озера Ума. Озеро, да, мы рассмотрели. Внизу воды. Ил. Этот ил означает глубинная память. Помните, мы говорили, шарик вот здесь находится. Глубинная память. Это ил озера Ума. Там находится карма васаны. Что такое васаны? Узелки. Что такое карма? Карма – это закон справедливости. Там находятся узелки справедливости, которые должны нас наказать за неправильные поступки и направить нас на правильный путь. То есть там находится вот сила, которая меняет нашу судьбу в какую-то сторону. Карма васаны, узелки, карма такие. Каждый узелок создается в результате событий. Человек думает. Три способа создавать события. Первый способ – думать. Второй – говорить. Третий – поступать. Как вы думаете, с помощью которого способ более быстрой реакции судьбы приходит? Первый, второй, третий. Поступать. Да? Морду дал, сразу раз – назад прилетело. Очень быстрая реакция. Неожиданно раз – и думал, что не будет, а прилетело. Быстрая реакция, да? Когда человек говорит, реакция очень сильная, но приходит потом, позже. Позже. Вот. Иногда люди приходят мне и говорят, Олег Геннадьевич, вы вообще вот говорите, говорите, что-то в лекции. А сами ведь ничего этого не выполняете, не делаете. У вас только в интернете всякого правда написано. И так далее. Я думал, о, заслужил, спасибо, добрый человек. Сказал правду обо мне. Разок я сегодня услышал на лекции старшего моего наставника. Давал лекцию. И он рассказывал о Моисее, что такой удивительный человек, пророк Моисей был, что он, его критиковал один человек, критиковал, критиковал, докритиковался, что перед ним разверглась пропасть, и он туда упал, на эту пропасть. И Моисей стоял на краю и плакал. Говорю, хоть один человек был, который мне указывал на мои недостатки, а теперь его нет. Кто же теперь мне будет помогать в жизни? Представьте, мы обычно, если кто-то критикует, мы ему готовы, скорее бы ты провалился. Вот. Если провалился, то слава Богу. Да, мы такие люди бывают, оказывается, которые, наоборот, хотят, чтобы кто-то дал знания, покритиковал немножко. Я не отношу себя к этой категории. Можете проверить, если вы будете меня критиковать, у меня задергается что-то где-то. Это значит, что я нервничаю. Вот. Это признак того, что там не все в порядке внутри, нет абсолютно чистоты. Итак, смотрите, там внутри, в глубине ума, вот в этом шарике, находятся замороженные события нашей судьбы. Эти события разворачиваются так, как дорога разворачивается. Вот шарик катится, клубок, да? Ты катись, катись, клубок, как в голубых лучах зари, да? Ну, ты что-то у нас в песнях есть немножко об этом. Спасибо большое. Такой добрый человек. Смотри, добрый человек. Сразу вот, смотрите, ползала, многие люди сказали, дай Бог тебе, дай Бог тебе здоровья. За судьба. То есть, когда мы так-то говорим человеку, у него что увеличивается? Здоровье. То есть, если мы говорим, мы говорим от сердца, от нас переходит ему здоровье. Думаю, блин, зачем сказал? Оказывается, все не так. Мы потом будем об этом говорить чуть позже, что если ты сказал, дай Бог здоровья, тебе увеличивается тоже. Хороший поступок, он лечет за собой другой результат. Но ты ничего не теряешь. Итак, интересно. Что вот этот вот клубок, который разворачивается, судьба создается, катится у всех по-разному. В зависимости от количества знания, как жить, которое человек имеет, этот клубок разворачивается так, что мы не можем по дороге судьбы идти нормально. То есть, дорога очень тяжелая. Человек живет тяжелую жизнь. По факту он ползет по этой дороге судьбы, потому что он очень упертый. Ему судьба говорит, ну, брось пить, дурак, брось пить. Он, ну, не брошу, ни факт, что это вредно, никто мне не доказал, мне это нравится. И он как бы ползет по своей дороге судьбы. Ему нравится. Он курит до последнего, пьет, изменяет жене. И можно спросить, ну, почему он так делает? Где-то говорят, это хороший человек, все нормально. Просто он не знает, что это плохо, и все. Просто не знает. Некоторые говорят, скотина, брось пить. Потому что им трудно жить с таким человеком. Они себя считают лучше. Но вреды говорят, если ты лучше, прости. Если ты простил, ты изменил сразу. Как изменить человека, вот жене? Как изменить мужа? Практический совет. Прости. Смогла простить, ты его чуть-чуть изменила. Женщина скажет, Олег, иначе невозможно простить. Правильно? Это значит, что надо найти силу от того, кто может прощать. Веды говорят, вот эта энергия знания, она передается разными способами. Мы думаем, какой способ передачи знания? Какой способ? Только если я где-то что-то прочитаю. Это вообще полный бред. Самый простой способ перенимать знания, веды говорят, это когда ты слушаешь от того, кто знает. Человек, допустим, что-то понял, ты от него слушаешь, получаешь знания. Да, даже если запись. Я каждый день слушаю запись одного святого человека, который жил когда еще давно. Но уже были возможности записывать. Он оставил этот мир в 1977 году. В 1977 году. Неважно. Я не хочу вам давать все подробности. Мои веры, там все прочее. Это вызовет разное настроение. Мы собрались для того, чтобы понять кое-что. У нас нет целей куда-то кого-то тянуть сейчас. Итак, я слушаю голос. Этот звук дает мне много силы. Звук святого человека огромную силу имеет. Через звук передается знание. Вот этот способ получения знания называется шадда. То есть, когда ты просто слушаешь голос молитвы, там ни о чем не говорится конкретно. Но смотрите, есть разный способ перенимать знания. Самый лучший способ, быстрый способ, это поведение человека. С кем поведешься? От того поведения близкого человека. Человек близко общается с кем-то, он перенимает черты характера. Сам не замечает этого. Если человек слушает речь другого человека, он принимает это тоже у себя и начинает меняться, сам не зная того. Дальше. Следующий менее эффективный способ, это читать то, о чем он говорил. Это тоже передает знания, но уже если ты с верой читаешь. Не просто читаешь, а с верой. Понимаете? То есть, самое эффективное, это просто быть рядом. Это быстрый, эффективный способ передачи знания. Поэтому в древней культуре, если ученик хотел быстро выучиться у учителя, он служил ему. То есть, быть рядом не просто быть, а надо заботиться, что-то делать для человека с любовью. И через энергию любовь, это сила, передающая знания. Если у тебя есть любовь, ты можешь передать знания. Любви не хватает, знания не передашь. Любви к людям нет, знания не передашь. Если ты ребенка хочешь научить, надо его полюбить. А любви, любовь это духовная сила. У нас ее нет, по факту. У нас есть только желание наслаждаться. Некоторые говорят, а у меня есть любовь к своему ребенку. Хорошо, давайте проверим. Если ребенок делает что-то не так, что вы делаете? Злитесь. Почему злость возникает? Потому что он ему делает больно. Веды говорят, когда человек любит, больно ему делают или не больно, он не злится. Означает он святой. То есть у него духовная сила уже, и моя сила духовная. Это другой вопрос, очень сложный, не буду сейчас его раскрывать. Давайте двигаться дальше. Итак, смотрите. Интересно знать, что вот этот шарик, который у нас находится внутри, он связан с этим миром очень плотно. Веды говорят, что все планеты этого мира, они имеют тонкое тело, так же, как мы, имеют характер. Планеты Земля тоже имеют характер. Мы говорим, Земля – мать. Кто считает, что Земля – не мать, а просто камень? Поднимите руку. Ни один человек не поднял руку. Все считают, что она мать. Так? Почему? Как вы думаете, почему вы считаете, что она мать? Потому что мы от нее чувствуем, что-то такое. Да? Мы чувствуем от нее расслабление. Допустим, на землю. А я лягу, прилягу, край любимой сторонки. Да? То есть человек лег на землю просто, и он счастлив. Ему хорошо, он успокаивается, расслабляется, ему легче жить. Так или нет? Он чувствует заботу. Если у него свой кусок земли появился, ну, Господи, как хорошо жить на своей земле. Ну, то есть, это значит, Земля приняла его, она дала ему место для жизни. Он уже у нее есть своя земля. Да? Он там живет, думает, Господи, как хорошо. Мне нравится жить на своей земле. Да? То есть, забота уже. Забота. Ну, для нас это сложно понять. Веды говорят, что это вот это восприятие мира, такое личностное, это уже более высокий уровень сознания. Более высокий уровень сознания дает человеку понять, что есть сознание у Солнца. Энергия Солнца имеет сознание. Можно это проверить очень легко. Смотрите, давайте порассуждаем немножко, попытаемся понять это. Настраиваемся, да? Солнце встает. Что происходит с миром с этим? Соловьи поют, заливаются. Ну, то есть, начинают птицы петь, да? У нас радость возникает. Новый день над землей устал. Да? То есть, у нас такие позитивные эмоции по поводу восхода, да? Солнце восходит. Человек поднимается с постели. Почему он уже встает? Потому что Солнце дает бодрость человеку. Или мы сами бодрость испытываем утром. Некоторые думают, сами они испытывают. Некоторые видят, что Солнце поднимается, поэтому я встаю. Смотрите, признак более высокого сознания. Вот смотрите, Луна восходит, мне хочется спать, меня расслабляет. И некоторые говорят, да я сам расслабляюсь, я могу днем расслабиться. Но не факт, что ты так же выслишься днем, как ночью. Почему же ты высыпаешься, а днем не можешь, ты вот так ворочешь, тебе тяжело спать днем. Почему? Потому что Солнце не способствует сну. Она способствует бодрости. А Луна способствует отдыху. Видите? Внимательные люди чувствуют, что Луна встает, и мы как раз нам хорошо не спим. Это энергия Луны. Теперь, Солнце встает, мы там. На солнце встречает, прохладает. На свет там встречает, река. Да, и так далее. То есть видите, позитивные нотки такие, да? Это энергия Солнца, как говорят. Энергия Солнца – это бодрость, это оптимизм, это радость. Ра – дасть. Ра – с древних языков со многих. Не только с санскритом переводится. Солнце. Дасть – означает дарить. Ра – дасть. Солнце нам дает радость. Дает от себя. Солнце дает. Что получается? Солнце дает от себя. Что получается? Радость. У меня хорошее настроение. Видите, мы много это не понимаем. Многие думают, что это так и такого нет. Теперь вы скажете, а зачем это понимать вообще? А вот сейчас объясню. Оказывается, если человек рано встает, до того восхода, до того, как солнце встало, он чувствует себя лучше. Если человек вовремя ложится спать, он полноценно высыпается, потому что луна, полный свет луны, он получает. Если человек вовремя встает, у него бодрее день идет. Видите, это называется уже режим дня. То есть мы ключевой какой-то момент с вами 5 секунд-то забрали. Как только мы поняли, как действует тонкое тело. Что это тонкая энергия, не грубая. Вы скажете, я дома сплю, там солнца нет. Тонкая энергия солнца действует независимо, дома ты или в пещере. Приходит время, ты находишься в пещере. 12 часов кушать хочется. Почему? Потому что солнце восходит, активизирует огонь пищеварения внутри. Есть тонкая энергия солнца, психическая, невидимая. Как психическая энергия действует? Независимо от того, где бы ты ни находился. Ты всегда связан с кем? С родственниками? Раз. С начальством? Два. С друзьями? Три. Ты связан с Солнцем? Четыре. Ты связан со всеми планетами Солнечной системы? Пять. Ты связан с Землей? Шесть. И так далее. Эти связи находятся на тонком плане. Много этих связей. Мы их не видим, но они есть. У родственника плохо что-то стало. Теперь раз, тоже так. Ты не знаешь почему. Но стало. Почему? Потому что родственник плохо. Ты звонишь. Как дела? И он лежит там на конверте, он баваривает. Он говорит, ну нормально все. И хочет волновать. Но вот человек волнуется. Мне мать иногда волнуется. Независимо от того, говорю я ей или нет правду. Она говорит, ну Олег, ну скажи. Все нормально у тебя. Сердце что-то у меня ноет. Я тебе вспоминаю, сердце ноет. У кого вот матери, скажите. У кого вот вспоминать о детях, сердце ноет, значит не так. Поднимите руку. Видите? Доказательство. Связь есть, значит. Доказательство. Веды говорят, что свидетельство является также доказательством. В нашей науке тоже свидетельство является доказательством. Таким образом, это научно. Изучать свидетельство. Мы сейчас на основании свидетельства вывели, что есть связь между людьми. Многие люди подняли руки. Они знают, что это точно так и есть. Итак, смотрите дальше. Все эти планеты движутся по небосводу. Солнечная система имеет определенное расположение планет. Но эти все планеты находятся в виде диска. Этот диск разделили на 12 частей деревни ученые, потому что они знали, что каждый кусочек маленький вот этого пространства имеет свой характер. Древние ученые знали, что пространство, стороны света имеют свой характер. Свой характер. Понимаете? И вот движение планет соприкасается с нашим вот этим шариком внутри и вытаскивает из него узелки кармы. Это соприкосновение движения планет приводит к тому, что узелок кармы выходит сначала в самую нижнюю часть воды. То есть он влияет на окружающих людей раньше, чем я об этом узнал. Чем того он дошел. Да, потом он влияет на здоровье. И потом он влияет только на мой характер. Если доходит до туда. Видите? Вот это называется карма уже. Теперь сразу возникает вопрос. На хрена это надо? Чего ему надо? Чего он выходит-то оттуда? Веды объясняют, что ему надо. Они объясняют, что это возникает в результате того, для чего нужна эта жизнь. Веды объясняют, что эта жизнь предназначена не для того, чтобы здесь балдеть. Она предназначена для знания. Если ты совершил какой-то простой, плохой поступок, за это ответишь. Если совершил хороший поступок, получишь счастье. Как приходит счастье в эту жизнь? Само собой. Само собой оно приходит. Когда хочешь, нет. Когда не хочешь, раз, пришло. Неожиданно. Да? Ахренеть. Иногда оно приходит в результате знания. Вот смотрите, даже простой пример. Человек выучился, у него лучше зарплата. Почему? Потому что он получил образование. Видите, даже просто материальное знание улучшает жизнь. Так легче становится жить. Просто материальное образование. А что уж говорить про образование, которое веды считают более глубоким. Более глубокое образование, это образование, изучение психических функций человека, тонкого тела. И закон Каора относится к этим функциям. Еще более глубокое образование, духовное образование. Что такое духовное образование? Сейчас объясню очень просто. Вот смотрите, некоторые люди думают, что для того, чтобы быть счастливым, нужно что-то делать там, там, снаружи, работать, учиться там. Там целый день на белом цвете, куда-то колься, идут взрослые дети на работу, в зоосад, едут в баню и аптеку, едут тещи на обед. Понимаете, то есть все живут внешней жизнью вот это. Веды говорят, что если ты хочешь быть счастливым, расслабься, никуда не едь, начни людям желать счастья из своего сердца. Если ты добьешься, что ты почувствуешь этот контакт, что ты почувствуешь, что есть сила в этой деятельности, что ты действительно можешь дать людям радость сердцу, если ты это почувствуешь, значит, у тебя начинается с этого момента внутренняя жизнь. Веды знаете, что говорят, что вот там внутри у нас, в самой глубине сердца, где находится радость и печаль, где находится любовь, где находятся родственные связи, чувства, там находится центр нашего глубокого понимания мира. Центр, глубокий центр, то есть глубина нашего существования находится там, внутри. И эта глубина нашего существования очень плотно связана со всеми нашими родственниками, со всеми, кто нас окружает. Если человек наполняет свою глубину существования радостью, а это возможно только в одном случае, если он живет не для себя, желает кому-то счастья не себе, а кому-то другому. Тогда в этом случае все автоматические его близкие, само собой, наполняются счастьем. Ведах это сравнивается, что точно так же, как человек поливает корень дерева, он не должен думать о родственниках, о листиках там на веточках, которые с ним связаны. Они наполняются влагой, само собой, они сосут влагу, да? Как вы думаете, почему родственники прибегают на день рождения? Они хотят высосать счастье из этой ситуации. Не высосывают счастье. Почему мама целует маленького ребеночка в попу? Почему так сладко ей целовать в попу, в свой маленький ребенок? Она высосывает из попы счастье. Видите, то есть люди и родственники для чего нужны? Для того, чтобы брать друг от друга счастье. Мы берем друг от друга счастье. Так? Теперь, если у родственника есть хорошее событие, все родственники звонят сразу. Что, правда у тебя это произошло? Да, поздравляю. Классно. Классно. Почему? Они хотят счастье получить от этого тоже. Так почему вы думаете, что это счастье само собой к ним не приходит? Оно приходит само собой. Они еще догоняются с помощью разговора. Ну, счастье приходит по факту само собой. Вот, допустим, близкий человек выздоровел. Жена, а, слава Богу, выздоровел. Ей стало хорошо. Почему? Потому что он выздоровел. У него теперь он здоровый. Значит, больше счастья в жизни. Чувствуете принцип или нет? Чувствуете? Вот точно так же, когда человек просто желает всем счастья. Счастьем наполняются все близкие, а людям не хватает жизни только счастья. Когда люди счастьем наполняются, они уже не выясняют отношения. Муж уже как бы не хочет разобраться, что за скотина с ним рядом живет. Он как бы успокаивается, ему легче становится уже. Все, он думает, ну завтра разберутся, сегодня не будут. Жизнь налаживается, да? Чувствуете? То есть это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь не очень важна, она нужна человеку. Без нее жить невозможно. Потому что без внутренней жизни нет счастья. И веды говорят, это суть жизни, внутренняя жизнь. Если ты не простил человеку, нет жизни. Не попросил прощения, нет жизни. Если ты не выполнил свой долг в сердце перед человеком, не обманул его, держал слово. Если ты не благословил его, нет жизни. Если ты потерял веру в человека близкого, нет жизни. Если ты просто его ненавидишь, нет жизни. И так далее. Понимаете, жизнь кончается. Почему? Потому что там, в корне судьбы, в корне нашего существования, заканчивается этот момент счастье. Это счастье, мы думаем, должно возникать от них. Мы говорим, слушай, когда ты меня сделаешь счастливой, сколько можно уже с тобой жить? Смотри, какая красивая. Чего тебе надо? Вот живи и радуйся жизни. Чего ты меня не делаешь счастливой? Не получается такой способ. А если ты сам делаешь счастливым близкого человека, тогда счастье приходит внутрь. Знаете, почему так получается? Потому что у нас внутри, в глубине существования, находится эгоизм или чувство собственного достоинства. Человек рождается с каким эгоизмом? Неправильно функционирующим, работающим наоборот. Веды это называют ложное эго. То есть этот эгоизм как работает? Он говорит, мне, я хочу мне, я хочу быть счастливым. Не я хочу отдавать счастье, я хочу брать. Что такое знание? Знание это когда разворачивается эгоизм, он теперь понимает, что я хочу жить для других, хочу забыть про себя. Когда человек так начинает настраивать, веды говорят, это и есть высший смысл жизни. Когда человек становится слугой, он получает счастье, потому что счастье, оно может течь внутрь человека, только когда человек его постоянно отдает. Когда он держит его внутри, она не втекает, некуда втекать. Человек потому что ограниченный резервуар счастья. Если мы запускаем реку счастья, то есть я живу для других. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим, я желаю счастья вам. Там счастье в этом мире большом. Почему? Потому что надо отдавать. Видите? Но у нас система работает в другую сторону внутри. Веды говорят, высшее знание заключается в том, что человек перестает думать о себе и отдает любовь другим. И также, веды говорят, это невозможно сделать самостоятельно. Это можно учиться только у того, кто это делает. Передается одного человека к другому. Бескорыстие – это вещь, которую нельзя родить внутри. Допустим, ты хочешь нищему дать пять копеек. Ну, заставил себя, дал. Потом и дешево, ну, блин, зачем я дал. Видите? То есть не родилось ничего самого. То есть нужно пример. Если ты вдохновился кем-то, ты раздаешь точно так же, как он. Чувствуешь, получилось. Благодать распутывала. Итак, у нас есть эгоизм. Какие функции эгоизма? Эгоизм призназначен для того, чтобы нам создавать трудности в жизни. И он также охраняет нашу жизнь. Как он охраняет? С помощью боли. Так эгоизм пропитывает тело. На нас дотронулись плохо, больно. Эгоизм пропитывает тонкое тело. Нас кто-то заставляет, иди помой пол. Грубо, допустим. Пол мыть не хочется. То есть психическое тело наполняется, тоже эгоизм наполнено. Девушку сказали, грубо, она недовольна. Это признак прияния. На тонкое тело эгоизма эгоизма находится в разуме. Также есть у нас еще одна часть структуры психической, называется разум. Близм находится в разуме. Разум связан со слушанием. И да, человек слушает, думает, ну блин, ну не верю я теперь все равно, не верю. А значит, человек эгоизм не пускает. Нет основания человека, не видит смысла. Ну зачем я буду верить чужому человеку? Это правильно. Но это результат деятельности эгоизма. Потому что чистый человек, у которого нет эгоизма, он слышит истину от любого человека. Сразу, немедленно раз почувствовал, это правда, это неправда. Он чувствует. Разум открыт. В разуме нет эгоизма, значит. Итак, что такое эгоизм? Он пронисывает все наше существование полностью. Все полностью. Он контролирует все функции в нашем организме на самосохранение. И одновременно приносит нам страдания, потому что все это направляет нас против других. Когда человек живет для себя, он забывает про других. С одной стороны, самовыживание это хорошо, а с другой стороны, человек должен выйти с этого уровня. Он должен отдать себя другим, жить для других. И тогда он достигает счастья уже. Мать, которая живет для детей, она не думает о себе в это время. Она в это время болеет или нет? Нет. Сама судьба заботится о ней. Когда ребенок вырастает, мать растет. Не о кем заботится, а уже что-то замкнуло. Видите, энергии счастья меньше в организме, он становится больным. Почему мы больны? Потому что мы не заняты любовью. Как лучше, быстрее всего вылечиться? Надо очень много добра, доброго делать для других людей. Тогда ты будешь здоров, счастлив сам. И у тебя будет хорошая жизнь. Удачная. Называется удача пришла в жизнь человека. Итак, смотрите, что такое разум? Веды говорят, разум это психическая субстанция, которая побеждает вот эту штуку, шарик, из которого идет карма. Как это происходит, сейчас объясню. Вот смотрите, карма создает энергию определенную. Карма плохая приходит, приходит энергия, которая лишает человека знания. Допустим, начальник в результате моей кармы, вот с нижнего слоя, она пошла на него и бац ему по мозгам дала. Начальник думает, а что ты козел? На меня, я тебя сейчас уволю. Хотя он не знает всей ситуации. Почему он не знает, почему он наслеп, почему он перестал видеть всю ситуацию? Потому что я в прошлой жизни или когда-то в прошлом сделал плохо. для другого человека и лишил его счастья. Теперь меня просто вопреки здравому смыслу тоже лишают счастья. Понимаете, как это происходит? То есть жена смотрит, мужчина часто думает, ну почему она так ко мне относится? Я заслуживаю лучшего. Почему она так ведет себя со мной? Она мне не верит, она меня ревнует на каждом шагу. Не хочет, не дает мне слова сказать. Постоянно мне затыкает рот. Что за такое, за такая жизнь, за что? За то, что ты сам затыкал рот в прошлой жизни, находясь в женском теле. Своей жене, своему мужу. Получил этот же результат. Женщина думает, почему я получила себе пьяницу от мужья? Потому что в прошлой жизни ты пила, а ну почему в мужском теле? Я так объясняю, карма вот так работает. Вы скажете, а в этом-то что я виноват? Что в этом-то меня наказывают? А в том теле, в той жизни меня продолжают наказывать. Почему человек так говорит? Потому что не понимает, что он в той жизни был тем же самым, только в другом теле. Хотите, я вам это докажу? Очень просто доказываться. Смотрите, вы когда маленьким были, это были вы или не вы? Вот кто считает, что это не вы были? Маленьким когда, поднимите руку. Нет, так считают. Кто-то считает, так нет? Видите, никто из ваших в зале. Но иногда я спрашиваю, кто-то поднимает руку, говорит, я сейчас, это вот я. А маленький я был не я. Кто-то другой был. Маленький он был, другой. А сейчас я вот такой, я вот сейчас я. А тогда был другой. Но все вы считаете, что я был тем же самым. Да? Но тело-то было другое. Вот возьмите это тельце маленькое, представьте себе. Совсем другой вид. Тельце самое, только меньше. Да ладно, прекратите то же самое. Голова больше намного в пропорциях. Врачи же знают, да? У детей голова больше в пропорциях, так? Ручки меньше, тело длинное. Не все то же самое. То же самое тело, я никогда не перескажу. Да прекратите. Каждые семь лет в сети. Вот, смотрите, хорошо, человек искренне сказал. Да то же самое, а легенда. Видите, у него очень пытливый разум. Мы сейчас с ним будем спорить. Итак, смотрите, чтобы всем было интересно и весело, мы сейчас с ним будем спорить. Он будет мне доказывать сейчас, я и могу доказывать. Вот смотрите, каждые семь лет ваши клетки вашего тела меняются. То есть, семь лет прошло, и вы уже другой, в другом теле находитесь. Но вы говорите, Олег Геннадьевич, я тот же самый, понимаете? Ну, давайте. Чего вы молчите? Показать? Нет, погодите, вы достаиваете, говорите, Олег Геннадьевич, я тот же самый, я чувствую себя тем же самым. Ну, вот я тот же самый. Я вот чувствую, что я был тем, правильно. Это чувство означает тонкое тело. Я был тем же самым. Правильно, это тонкое тело. А? О, хорошо. Доказать, что клетки менялись постепенно. Ну, все поменялись или нет? Хорошо, давайте. Кто мы? Каждый из нас. Кто мы? Меня забутывает уже, есть такой прием в споре, забутать человек. Каждый из нас, а не каждая ваша клетка. Каждая ваша клетка тоже поменялась. Постепенно все меняется. У нас были одни клетки, стали другие. И за семь лет все поменялось. Другое тело совершенно, все, все другое. Но я чувствую себя тем же самым. Почему он доказывает, что чувствую себя тем же самым? Это чувство находится в тонком теле, не в другом. Грубо это поменялось, но в правом смысле все поменялось. Я уже не такой, как маленький, как раньше. Я большой. Зубки у меня другие, все другое. Ну как так же? Раньше я по-другому улыбался. Радость у меня так самая. О, это уже другое. Это тонкое тело. Радость от тонкого тела. Вот видите, вы поняли сейчас с вами. Радость та же самая, это факт. Радость та же самая. Любовь та же самая. Мысли те же самые. Это тонкое тело. Тонкое тело не меняется в течение жизни. Оно остается тем же самым. Грубое тело меняется. Правильно. Значит, тонкое тело у вас осталось тем же. Вы не грубое тело. Видите? Вывод какой? Я не грубое тело. Вот смотрите, все очень просто. Рубу отрезали мне. Я остался тем же? Ну как нет? Ты тот же человек. Я Олег Геннадьевич Тарцунов. Все, тот же самое, но без руки. Ну тот же самый я. Или я другой стал Олег Геннадьевич? Тот же самый Олег Геннадьевич без руки. Другую руку отрезали, а то оставили. Я тот же самый. Ногу отрезали одну, потом вторую отрезали. Один негр живет, половина головы у него. Живет, у него пол черепа. В аварии попало, пол черепа отрезало, жив остался. Книгу рекордов Геннадьевича занесли. Все, пол черепа, другой половины нет. Но если другую половину отрезало, он тот же самый, да? Сердце искусственное поставить, сейчас ставить, тот же самый. Печень поставили искусственно, почки поставили искусственно. но все то же самое, я то же самый человек. Видите, все, заменили, но я то же самое. Видите, я вам доказал, сейчас это есть такой метод доказательства беды, называется методом аналитического исключения. Да? Мы все исключили, все части тела, но я остался тем же самым. Значит, я не тело, получается. Ну относительно. В смысле? Показывается, как я рассматриваю, потому что я не целости тела, правда? Так. Так, интересно, у нас уже философы уже вступили с годами. Ну хорошо, если вы себя считаете телом, в этом случае есть такой вид приема логики, прием применил мой один наставник. Он объяснял, людям объяснял, что человек не должен рождаться в теле животного. Цель человеческой жизни повысить свой уровень рождения. И человек, а мне нравится быть собакой, я хочу собачье тело, он применил такой метод логики, называется шоковая такая логика. Да пошел ты нафиг, все это ерунда. Такая шоковая логика, на это применяется также шоковый ответ. То есть, веды говорят, надо такую логику включать тогда. И мой наставник включил такую логику и сказал, я благословляю тебя, чтобы ты родился в теле собачьи. Я вас подоставляю, пускай ваша жизнь пройдет без знаний о тонком теле, о том, что такое тонкое тело. Ну если вы, конечно, настаиваете. Но если вы не настаиваете, пожалуйста, давайте изучать больше. Потому что есть такой метод в ведах, называется протяжа. Протяжа, смотрите, когда человек принимает просто логику человека, просто принимает, знаете как, он принимает просто к сведению. Это означает, что он уже начинает постигать истину. Допустим, человек говорит, да не пил я, клянусь. Допустим, я, допустим, принимаю. Хорошо, ты не пил. И потом вдруг выясняется, точно не пил. Но если я не принимаю, вряд ли это выяснится, понимаете. То есть, принятие дает возможность почувствовать истину. Я тебя люблю, допустим, человек говорит. Хорошо, да, быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна снежинка, еще не дождь. То есть, человек принимает, но он ждет. Он принимает. Вот этот метод изучения истины принимается в ведах. Говорит, если ты не понимаешь, прими просто к сведению, что так есть, потом, может быть, ты почувствуешь эту истину. Потому что самый лучший способ понять, что есть тонкое тело, его увидеть. У меня так произошло. Один раз, интересно, я был в Иваново, читал лекции. И мы приехали в одну квартиру читать лекции. И в этой квартире обнаружилось, две недели назад бабушка оставила тело. Ее сразу родственники воспользовались этим, сдали ее в квартиру. Приезжим, сами там жить боятся, не хотят. Чувствуют, бабушка еще никуда не делась. Вот, поэтому люди боятся. А эти-то люди не знают ничего. Там человек как бы ушел из тела. Ну и поселили. Я чувствую, что-то не то в квартире происходит. И разок я сплю, открываю глаза ночью. Смотрю, и женщина какая-то такая, суховатая такая, идет прям вот так вот на меня. Я сплю, она вот так идет на меня. И я так на нее смотрю. А я в этот момент, знаете, это жемчужина сознания называется. Когда человек спит ночью, неожиданно просыпается. Несколько секунд он видит тонкий мир. Видит все, что происходит в тонком мире. Потому что у него концепция, это невозможно, еще не возникло. То есть спонтанное знание проявляется в психике. И я увидел, тетка какая-то идет. Я так испугался, она не урался, так похлопал, она побежала через стенку. Потом мне показали фотографию этой женщины, которая ушла один к одному. И мы провели специальные церемонии, ритуалы, которые позволяют человеку быстрее оставить этот мир, пойти в следующий этаж, в следующий свой рождень, чтобы никому не мешать. Ни себе, ни люди. Вот, видите, оказывается, все это не так просто. И я увидел тонкий мир. Вот в этот момент я увидел, что вот есть тонкое тело. Я увидел, как бабушка выглядит в тонком теле. Все. Сейчас для меня это нормально, в реальности. Я диагностирую каждый день пациентов, тонкие характеристики человека, каждый день диагностирую. Как у него состояние здоровья. С помощью взгляда просто я могу это делать. Это означает связь с пониманием тонкого мира. Изучение понимания. Итак, один раз мы в Омске здесь проводили эксперимент. Одна женщина сидела вот здесь вот на первом или на втором ряду. На первом ряду. И мы провели такой эксперимент. Я просил ее сказать слово. И по этому звуку имени ее родственника я начал наконцентрироваться на этого родственника. И увидел его тонкое тело. И сказал, что он, по-моему, у него косоглазие на один глаз. Это женщина здесь сейчас или нет? Которая так сказала. Нету. Кто-то помнит этот эпизод? Помните, да? И обычно люди как говорят? Ну, Олег Геннадьевич, это по закупам. Ну, я если сказал бы, допустим, у нас желудок больной. Врачи говорят, 80% людей больно желудок. Просто вы обманываете народ. Ну, косоглазие-то не 80%. Она говорит, правда, у него косоглазие. Понимаете? Все это уже не поддается вот этим вот сомнениям. Последние критические люди в этом случае уже не могут ничего сказать. Почему? Потому что это факт, который неоспорим. То есть я увидел тонкую связь вот эту вот. Итак, двигаемся дальше. Смотрите, есть вот эти вот тонкие связи, есть разум. Что такое разум? Разум — это сила, которая... Вот смотрите, карма лишает человека знания. И принудит знание и счастье. Вот, допустим, меня уволили с работы. Это что такое? Первое ощущение. Меня лишили счастья, потому что работа дает заработок счастья. Второе, что произошло, я не знаю за что. Понимаете? То есть меня... Человек, который меня уволил, он меня не воспринимает адекватно. Жена, которая ушла от мужа, не воспринимает адекватно мужа в это время. Понятно, да, ситуация? То есть карма лишает человека знания и счастья. Она говорит, мне с тобой жить невозможно. Я чувствую от тебя холод, нет любви. Прощай со всех вокзалов. Поезда уходят дальние края. Вот, и ушла. Почему так действует судьба? Понятно, почему? Потому что ты бросил кого-то в прошлую жизнь. Веды говорят, поверьте, это просто на слово. Почему? Потому что так действует судьба. Закон справедливости. Проверить легко. В морду даешь кому-то, и тебе назад. Это быстро можно проверить. Но есть вещи, которые не проверяются с помощью вот такой вот прямой логики. Веды говорят, для этого надо слушать того, кто знает. Кто чувствует логику. Можно через это ощущение, чувство понять истину вот таким образом. Такой способ тоже есть. Субтитры создавал DimaTorzok